Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Силовикам хотят повысить пенсии. Работники силовых ведомств в России должны получать увеличенные пенсионные выплаты размером с денежное довольствие каждого. Такого мнения придерживается депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов. Почти 10 лет назад силовикам была обещана пенсия в размере 100% денежного довольствия. Потом в Минфине посчитали и решили, что денег на это нет. С 2012 года им стали платить ее в размере 54% от денежного довольствия, а с 2013 года эту сумму начали индексировать на 2%, сообщили в пресс-службе Миронова. Со следующего года депутат предлагает тратить на повышение пенсии этой категории граждан более 53 миллиардов рублей бюджетных денег. С 1 января 2022 года при исчислении пенсии нужно учитывать 78,68% денежного довольствия, а с 2023 года проводить индексацию на 5% до достижения 100% размера. Каждый год из федерального бюджета на это потребуется около 53,3 миллиарда рублей, рассказал Миронов. Конечно, сама идея неплохая, но она может увеличить недовольство других пенсионеров своими пенсиями, чего нельзя допускать, так как и без того размер пенсии у большинства пенсионеров очень низкий. Мы считаем, что если повышать пенсии, то только всем пенсионерам намного лучше было бы сделать достойное повышение пенсии именно всем пенсионерам, которые и так уже много раз обещали, перед проведением пенсионной реформы и принятием поправок в Конституцию. А в итоге мы видим только отрицательный рост пенсий, при котором инфляция выше индексации. Мы же считаем, что усилия представителей власти должны быть направлены в первую очередь на повышение пенсии всем пенсионерам. Очень важно на наш взгляд, повысить пенсии как можно быстрее, а уже после, продумывать дополнительные механизмы повышения пенсии и улучшения пенсионной системы в стране. Если вы согласны с нами, то ставьте лайк и распространите это видео, чтобы как можно больше граждан узнали о такой необходимости и поддержали нашу идею. Так как только с привлечением большего количества граждан можно донести свою позицию до представителей власти. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!